Я сюда пришел даже не для того, чтобы вести какие-то юридические дебаты. Хотя, последнее, что я замечу по юридическому вопросу, вы вводите в заблуждение, говоря о том, что Конституционный суд рассматривал это. Конституционный суд рассматривал такую же норму в защите по гарантиях избирательных прав, да? А президентские выборы регулируются другим законом. Этот закон не был предметом рассмотрения Конституционного суда. Но я, конечно, пришел сюда заниматься не кезуистикой. Я пришел сюда заявить о том, что представляет огромное количество избирателей. Вы можете к этому относиться с иронией, вы можете относиться к этому без иронией, но я совершенно точно говорю, что решение Центральной избирательной комиссии, если такое состоится, у них допуск меня на выборы, исключит миллионы людей из этих выборов, исключит миллионы людей вообще из политической системы, потому что не даст им возможность вообще никак участвовать в выборах. И ваше сегодняшнее решение, оно именно об этом. Была сказана фраза, у нас здесь нет предмета обсуждения. Это для нас не является какой-то колисией или предметом сомнения. Значит, есть у вас предмет сомнения, какую бы вы ни построили систему попытки доказать самим себе, что значит, вот вы такие хорошие и можете, придя домой, потом смотреть в зеркало и говорить, ну что ж, я приличный человек, потому что посмотрите, как много всего мы сказали. Нет, это не так. Если вы не пустите меня на выборы, вы вынести решение не против меня, а против тех... Сколько вам еще времени нужно? Мне нужно 2 минуты. Хорошо. Спасибо большое. Вы вынести решение против тех 16 тысяч человек, которые вчера выдвинули на меня, против тех 200 тысяч волонтеров, которые год работают в избирательной компании, и против тех миллионов людей, которые требуют, обращаются к вам в течение года и говорят простую вещь. Мы требуем допуска Навального на выборы. И дело не в Навальном, а дело в том, что нужен кандидат, который наконец-то придет на выборы и скажет прямым текстом все, что происходит у нас сейчас в стране, опишет нашу действительность, отсутствие перспектив, нищету и так далее прямым текстом. Я это сделал, и именно поэтому вы не хотите пускать меня на выборы. Завершая, я хочу еще раз вам сказать. Вы же не роботы. Вроде бы я смотрю, вполне живые люди. Можно потрогать каждого. Розовый, упитанный. Вы самостоятельный орган. Я понимаю все, что происходит в голове, понимаю вашу сложность, вашу ситуацию. Наверное, один раз в жизни можно же совершить какой-то нормальный поступок. Даже не геройский. Никто же не стоит у вас с пистолетом, у виска. Такая простую вещь, основанную на законе, можно сделать не для меня. Для того, чтобы выполнить свою функцию в избирательной комиссии. Если это сделано не будет, я уверяю вас, огромное количество людей не пойдет на эти выборы, будет активно барикатировать эти выборы, будет выступать против этих выборов, будет выступать в избирательной забастовке. И уверяю вас, мы будем активны, и уверяю вас, никто не признает ни саму процедуру выборов, ни их результаты. Вы не монополизируете право на то, что только у вас есть убеждение. Ну ладно, давайте я перейду к вопросу. Значит, мы не собираемся вам никому нравиться. Никому. Никому не нравиться. Выполните свою функцию. Элла Александровна, задайте вопрос, я вам отвечу. Скажите, пожалуйста, ваша судимость, нужно по-разному к ним относиться, да? Соглашаться, не согласаться. Это в компетенции ЦИКа снимать или вообще решать вопросы, связанные с вашими судимостью. Это какое отношение имеет к ЦИКу? ЦИК должен воспринимать все факты. Факты заключаются, первое, в том, что решение было отменено Европейским судом по правам человека, который принимает судебную систему России. Второе, было специальное заседание, где рассматривался вопрос о том, выполнила ли Россия решение Европейского суда. И ответ был, нет, не выполнила, Навальный должен быть допущен до выборов. Поэтому вы, как люди, сидящие, я извиняюсь, на моей шее, я хотел бы, как налогоплательщика, чтобы вы занялись своей работой, учли все эти факты и вынесли то решение, которое вы обязаны вынести на основании закона. Не смейтесь, вам это неприятно думать, но это так, вы чиновники, сидящие на моей шее и тех людей, которых вы не хотите пускать на выбор. У вас еще есть ко мне вопросы? Не, ну, я вообще-то в советские времена 2 нас лет отпахал на производстве, а вы пока, я не видела, что вообще вы зарабатывали тем, что собирается деньги незаконным образом и оболванивается несчастливым уходом. Ну ладно, Валерий Ставрович, пожалуйста. Отлично, я рад, что вы раскрыли свое отношение оболванивая молодежь и надежность. Я же поделал Навальный на молоку, может быть, уважаемая горячая. Присаживайтесь, вы тоже не закрыты. Поставлено голосование. У нас перед вами проект поставления об отказе в регистрацию группы избирателей, созданной для поддержки самого движения кандидата на должность президента Российской Федерации Алексея Анатольевича Навального и его полномоченных представителей. Прошу голосовать, кто за, кто против. А кто вы тогда как воздержались или вообще как будто бы вас нет? Ну как будто бы его нет. Ладно, давайте так. Посчитайте, сколько у нас получилось. А? 12. 12 за. Редактор субтитров А.Семкин